Всем привет! В этом видео, как играть без доната, я с вами просто хочу поговорить. Я не буду ничего особо показывать, вот у меня будет качаться на заднем плане мой персонаж, и хочу просто поговорить, каково играть без доната и как это вообще сделать. Но перед началом видео у меня есть партнерская ссылочка внизу в описании под роликом. Если вы решили поиграть в LNH2 Essence или решили вернуться после долгого перерыва, воспользуйтесь ей, чтобы скачать клиент, и вы сильно поможете моему каналу. Спасибо! Игра без доната. Вы сами должны понимать, что это вообще такое. LNH2 Essence это про донат, к сожалению. Играть без доната, это значит кучу времени посвятить тому, чтобы нафармить адену. В теории вы можете приобрести почти все вещи игровым путем, так как продаются как раз-таки вот эти вот монеты L на рынке. Коробки из 1000 монет и из 8000 монет продаются на рынке за адену. Цена постоянно растет, потому что все больше и больше адена на сервере появляется. И, соответственно, сейчас, по-моему, стоит там около 80 миллионов 88 тысяч L монет. Соответственно, вы можете просто закупать их за адену, покупать себе все, что есть необходимое в магазине L за эту адену себе. Это, например, плащ, либо талисман властителя, либо еще другие вещи, которые только за магазин L вы можете получить. Просто потому что такие вещи, как, например, плащ, просто не передаются. И, соответственно, таким образом одеться без доната полностью. Да, вы сможете это сделать, но есть кое-какие вещи, которые без доната вы не купите. Например, благословление Сайхи. Да, они есть за товар и за адену, но 10 штук в день. Либо 10 штук по цене 50 или за штук. То есть 20 штук в день, опять же, кучу адену на это будет тратиться. Камень продления времени на перобытном острове. И такие вещи всякие, которые сильно облегчат вам жизнь. Особенно после 80 уровня. Я считаю, что вы сможете играть спокойно без доната, не думая о донате, до 80 уровня. После 80 уровня начинается жо. Причем большая. Кончается вообще все. К счастью, и новый иногда подкидывает небольшие подгоны в виде печенек за то, что... Ну, за то, что там сервера были отключены или лагали, или еще что-то. Какие-то технические работы проводились. Сейчас комплекты домоседа за то, что люди себя дома не дарят. Это очень сильно помогает. Более того, благословение сайхи вы можете получить, ну, очень тяжелым путем на самом деле. Либо выполняя всякие задания, но вы видите, здесь всего 2 падают конфетки, либо бутылки, либо еще что-то. Вы можете... Есть такое же, кстати говоря, задание, которое я уже показывал. Использовав 10 сайхи, вы получаете 10 печенек. То есть вы покупаете в магазине себе 10 сайхи за адену, используете еще 10 печенек. В общем, как-то можно прожить, но когда у вас персонаж очень быстро фармит, у вас сайха улетает супер быстро. И те там жалкие 15 полосочек, которые вы себе там 10 нафармите в начале дня без доната, если они еще не прокнут у вас по гравительству сайхи, улетят очень быстро. Соответственно, вы будете пролетать по сайхе. Но, я говорил уже, инова сейчас подгоны делает все чаще и чаще, поэтому как-то выжить можно. Другое же дело это адена. Адена фармится весьма нелегко, и для нее нужны довольно интересные фармящие персонажи, такие как СБ или Арба, или даже можете за ШЕ, но это дороже. За СБ дешевле всех фармить адену, поэтому очень много на сервере СБшек вы можете найти. Но, опять же, сколько может фармить в сутки один СБ, одетый в B, там, грейд, например? Ну, в C-грейд, скажем, чтобы еще на сосках экономить, чтобы вы на сосках сильно не тратились. Он фармит примерно 7 миллионов в день, один СБ, за сутки. Чтобы он фармил больше, соответственно, ему надо больше в него вкладываться, больше вкачивать его и так далее. Может быть больше, есть исключения. Но, сами должны понять, что средний заработок СБ без доната где-то 7кк в день. У вас есть возможность подгружать 2 окна, значит, 14кк в день вы будете себе фармить. Теперь смотрите, как я уже сказал ранее, 8000 льмонет стоят 80кк сейчас. Вы будете фармить на этот пак из 8000 льмонет себе примерно... Хм... Давайте подумаем. Неделю, наверное? Ну, где-то так. Может быть больше, может быть меньше. Грубо говоря, неделю. Опять же, у вас персонаж должен 24 на 7 фармить, и вы не должны тратить деньги ни на что. Вот у меня сейчас 800кк всего денег, потому что я трачу на свой ежедневный ритуал, о котором я говорил ранее. Я покупаю Бенира, я покупаю себе Талисман Евы, Адена покупаю себе, Пояс Дракона и точу их. Я покупаю себе Сайху, Рудудухов, Соски, все что есть. У меня уходит 4-5 миллионов в день. Поэтому мне удается нафармить за день 1кк, наверное. И то, видите, я уже скоро в минуса уйду. И мне этого всего хватает, ну, грубо говоря, мне этого всего хватает часов на 5-6 комфортной игры, либо кача. Слава богу, есть такая штука, локация, как у нас Диноостров как раз-таки, первобытный остров. И здесь падает вот такой бафчик, который сокращает потребление Сайхи, расход на 50%. То есть Сайха гораздо медленнее тратится. И 3 часа здесь можно стоять. Но ни о каком ночном каче не идет и речи. Я ставлю ночной кач только под бутылку. У меня там, видите, Сайха еще будет... А, лимитированная Сайха, 2 часа 57 минут написано осталось. Очень интересно. В общем, недельную Сайху я заюзал. И, видите, осталось всего 2 часа от ее использования. Тогда можно оставлять на ночь. Но Соски улетают также очень быстро, магические. Плюс за купон вам дают их меньше. Соски стоят дороже, поэтому магами фармить, ну, такое себе. Чисто для фармеров делают СБшек. Мы уже посчитали, что СБшка, 2 СБшки, 2 окна только на каче будет вам стоить, там, 14 миллионов в неделю. Вы себе нафармите на 1, на 1 коробку из 8000 ль монет. Сколько стоит 1 коробка из 8000 ль монет? 1000 рублей. 1000 рублей. Вы отдадите целую неделю за 1000 рублей. Ну, если вы зарабатываете в месяц 4000 рублей, то, наверное, для вас это нормально. Ну, как бы, я считаю, что это, знаете, такое себе, такое себе. Я бы рассчитывал на эту адену только для расходников. То есть, чтобы максимум опустошить товары за адену себе. Вот для чего я бы рассчитывал, чтобы основе спокойно накупить себе. Опять же, какая будет у вас основа? У вас основа не сможет качаться, если у вас будут 2 окна заполненные СБшками. То есть, 1 окно будет посвящено основе. Основа наверняка не сможет так хорошо фармить. Второе окно будет СБшками. Конечно, вы можете выхитриться, купить себе 5 ноутбуков, например, загрузить по 2 окна на каждый и фармить адену. Но, камон, сколько вы потратите на 5 ноутбуков, там, 1100? Ну, купите себе на 10 тысяч просто этих коробок. У вас будет 80 тысяч аль монет опустошить и заточить и все. То есть, ну, видите, здесь всегда вот вы должны понимать, что вы тратите время свое. Время, которым вы будете фармить себе одну коробку. За это время люди нафармят гораздо быстрее и получат фан там гораздо быстрее. К тому моменту, как только у вас появится первая коробка, вы сможете себе, наконец-то, купить плащик и заточить его там на 5, дай бог. Или что-то в этом роде. Потому что, если мы говорим о заточке, то за эту неделю вы еще могли бы себе спокойно 7 вот таких вот приобрести наборов Ева, Адена и так далее, и тому подобное. То есть, я вижу смысл тратить Адену только на вот эти вот расходники в товаре за Адену. Все остальное можно откладывать, но не на коробке. На плащик я бы... Вот единственное, что бы я, наверное, задонатил, это плащик. То есть, плащ, он стоит довольно так, ну, прилично 600 л монет, плюс точится очень плохо он. Поэтому это единственное, наверное, на что стоит заострить внимание в плане доната. Все остальное, это, конечно же, акции и ивенты. Сейчас вот в акциях у нас есть, например, талисман властителя, вот этот властителя, но с тем шансом, который он точится. Я видел, как там люди 4 тысячи или 5 тысяч отдавали, чтобы заточить его на 3. И, ну, такое себе, скажу честно, мистический сундук с талисманом, ну, он такой норм и не норм одновременно. Он стоит допустимо, скажем так, но только при условии, что у вас будет каждый раз впадать новый мистический сундук, где будет впадать все лучше и лучше награда. Ну, то есть, тоже очень спорно. А по остальному, это, наверное, только прочный ларец, есть смысл. И если вам повезет, то талисманы, всякие броши, то есть, минимальный такой донат, я бы сделал чисто для, ну, как я говорил, 300 рублей. 300 рублей, после которых вы получаете себе где-то 5 тысяч аль монет, на которые вы сможете купить себе несколько плащей. Я бы купил бы себе лично, и я бы купил бы себе, например, 3, даже 4 талисмана вот этих и 4 броши. То есть, по 800, 1600 потратил на это, все остальное на пояс. Попытался их как-то скрестить до третьего уровня, но и на втором уровне тоже было бы, ну, хотя бы как-то норм. В остальном, ну, да, вы можете вообще играть без доната, я говорю, но вы будете тратить очень много времени. 300 рублей, смотрите, 300 рублей вы получаете в сумме 5 тысяч аль монет. Либо за 300 рублей, либо вы будете фармить на них неделю, ну, там, 5 дней. Камон, 5 дней, 300 рублей, вы даже если пойдете таксистом работать, вы уже приедете через 2 часа и купите. И через 2 часа у вас будет то, что обычный человек, на что обычный человек будет тратить 5 дней ФК-кача с двумя СБшками без основы. То есть, это такое дело. Поэтому думайте сами, думайте своей головой. И не надо строить иллюзии, что играть без доната возможно. Играть без доната возможно, но очень тяжело, и очень много времени вы на это потратите. Очень много. К тому моменту, как у вас уже будет какой-то минимальный эквип, видео, которым я собираюсь сделать в будущем, какой, я считаю, минимальный эквип должен быть, чтобы чего-то тут начать, получать удовольствие. К тому моменту, скорее всего, все уже будут выформлены, все уже будут одеты и куда-то уже вообще свалят. А вы только начнете бегать там по локациям и искать какой-то фан, когда фан-то уже закончился. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, видео было хотя бы чуточку информативным для вас. Донат, я говорю, без доната играть можно, но очень и очень тяжело. Вы потратите свои человека часы. Поэтому единственный донат, в котором я какой-то смысл вижу, маломальский, это 300 рублей и 500 рублей. Купил себе, 800 рублей потратил, получил здесь, получается, 5000 альманет, здесь 5000 альманет, купил плащ себе, точишь плащ, радуешься жизни. Потому что все остальное вы можете медленно, но верно покупать за Адену в этом магазине, за Адену. Я уже на БД себе так и делал. На БД я, в принципе, задонатил только вот на эти два. За 800 рублей всего лишь задонатил, то есть на эти два. За 10 тысяч монет я там по какой-то акции открывал, по-моему, рандом крафт, ничего не выпало в итоге, не повезло. Но был бы я умнее, я бы покупал себе плащи и точил бы плащи. Примерно за месяц у меня там БД выкачался до 78 уровня. Я заточил себе пояс сегодня на БД на 6. Вчера я талисман Евы заточил на 5. Это все за Адену, без доната практически. И Бенира там на 7, по-моему, заточил. У меня до 9 доходил, но ломался. В принципе, для счастья, для БД мне этого хватает более чем. У меня там БВСет и какие-то себе еще дули прикуплю, там, Цешные. У меня были Цешные, 10 дули, и все, для фарма этого хватает вообще с головой. Спасибо всем за просмотр это видео. Надеюсь, что хоть немножко информации вам полезной внес. Всем удачи, хорошего настроения, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok